По образованию он агроном, кандидат естественных наук, но человек настолько хорошо чувствующий музыку, что написал эту мелодию, которую мы до сих пор с вами исполняем. В лесу родилась елочка, напевал своей дочке в 1905 году Леонид Карлович Бекман. Так и родилась мелодия к самой новогодней детской песенке. А стихотворение Бекман читал из детского журнала «Малютка». Оно было подписано инициалами АЭ. Только через 40 лет узнали полное имя автора Раиса Адамовна Кудашева. Вот такие интересные факты собрали для выставки «Добрые истории» в доме музея Ленина. А иллюстрации к рассказам старинные игрушки из ваты, стекла, ткани и картона. Некоторым из них больше 80 лет. Они собраны из архивов самарских музеев и частных коллекций. Равнодушным остаться невозможно. И родителей вспомнила сразу, и как покупали эти игрушки, какой праздник дома был. Представьте себе, увидела вон наконечник для елки. Когда папа принес его, это для нас, для детей был шок. Целое богатство. Как вроде из какого-то царского дворца украшения. Дети зачарованно смотрят на игрушки из прошлого века и прислушиваются к тому, что рассказывает экскурсовод. Что-то новое для себя они узнают около каждого стенда выставки. Я не знала, из-за чего Новый год произошел. Но я вот узнала, его создал Юлий Цезарь. Еще вот, я думала, только у нас в России елка. Ну, даже в любых странах есть эта елка. Сейчас сложно поверить, однако 6 лет в истории Советской России ставить елки и праздновать Новый год было запрещено. Это считалось буржуазным пережитком. Но дух Нового года победил, и праздник вернули. Елка в те годы, а это начало 20 века, могла выглядеть вот так. Она наряжена ватными игрушками на проволочном каркасе. Рядом украшения из стекла 30-х годов. Вертолеты, велосипеды, самолеты. По сути, история технического прогресса в игрушках. Такой выставкой в музее хотели напомнить самарцам о добрых новогодних традициях и истоках праздника. Детям, мне кажется, очень интересно было бы узнать о том, как праздновали Новый год их бабушки, дедушки, их родители. И, возможно, что-то полезное, очень нужное, очень важное из прошлого они сумеют перенести в нашу сегодняшнюю жизнь. Выставка будет открыта в музее два месяца. Так что окунуться в новогоднюю атмосферу прошлого столетия самарцы смогут до 15 января. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.